приветствую всех друзья сегодня заключительная часть моего погружения в мир gta 5 rp напомню что мы находимся на одном из серверов проекта red age на прошлых видео я уже показал как здесь работает система устройства на работу и показал некоторые виды работы а именно электрика газонокосильщика и доставщика почты то бишь курьера на очереди у нас работа таксиста и работа водителя автобуса вот на работу таксиста я сейчас и спешу как всегда пешком потому что ближайшего транспорта я не нашел также напомню что все трудоустройство на этом проекте происходит через мэрию в мэрии мы увольняемся в мэрии мы устраиваемся на новую работу на данный момент я покинул работу курьера и взял работу таксиста свое мнение по этому поводу я уже высказывал на мой взгляд система трудоустройства через мэрию достаточно спорная но и вот мы уже подходим к месту где находится таксомоторный парк он находится там же где и в синглплейном сюжетном режиме машин как мы видим очень много они расставлены везде практически ну давайте посмотрим что это за машинки какие здесь условия ну как можно заметить машин очень много вот таких вот например я даже не видел но это как бы стоковая наверное модель такси есть еще некие белые автомобили но мы позже посмотрим что это все представляет есть даже нечто лимузинов и какого-то видимо комфорт-класса такси но все по порядку начнем с маленьких машинок не понимаю что это за машина правда и вот тут нас ждет первый сюрприз машинка то кажется не бесплатно мы не устраиваемся на работу а берем ее в аренду на самом деле на этом острове очень много всего берется в аренду и такси не как видите не исключение 250 долларов опять спорный момент следующая машинка нами кажется чуть повыше классом и она стоит то же самое аренда 250 долларов ну я что-то не знаю но давайте смотреть дальше что еще есть в этом углу стоят машины комфорт класса насколько я понимаю да и здесь аренда стоит аж 4000 долларов ни хрена себе я даже не знаю вообще кто-нибудь в этой игре когда-нибудь брал эту машину далее стать некие белые автомобили заметьте без маркировки без какой-либо ну и здесь аренда 1000 видимо класс считается поменьше но цены какие-то просто я не понимаю а мое негодование этими ценами вполне объяснимо сейчас я попробую разъяснить почему за все существование life и рп проектов я обошел и посмотрел огромное их количество и ни на одном из этих проектов я не видел чтобы работа такси была востребована исключением наверное является некий проект my life но к сожалению уже скончался его нету вот там работа такси не было действительно востребована она действовала через диспетчера такси надо было вызывать исключительно через диспетчер диспетчер направлял таксиста в общем ну там рп ситуация связанная с такси она работала этот же проект как и большинство да не большинство а подавляющее большинство проектов не является исключением здесь таксист принципе не нужен потому как ситуации связаны с тем что вам потребуется такси но практически не бывает ну например ситуация да вы новичок вы вошли не знаете куда ехать да да вы новичок у вас нет денег вам такси не по карману а по острову разбросаны точки где можно взять мотороллер в аренду то есть такси уже не нужно еще одна ситуация после рестарта сервера вы каким-то образом оказались большой отдаленности от нужной вам точки да если вы играете не один за вами приедет друг опять же есть точки аренды транспорта опять таксист не особо нужен но в этом случае может быть и еще можно вызвать следующая ситуация она характерна данному проекту это если с вами что-то произошло дтп перестрелка ли что-то вы оказываетесь в госпитале естественно вдали от своего транспорта вот в этом случае здесь как мне рассказали могут вызвать такси поэтому таксисты в основном дежурят возле госпиталя а вот кстати человек который очень много разъяснил не по работе с таксистами еще работа таксиста очень плотно связано с онлайном на сервере днем онлайн высокий да я увидел здесь дот 250 270 человек но и в этом случае надо понимать что большинство из этих людей которые находятся на сервере это госслужащие военные полиция здесь их огромное количество потом это увидеть и узнаете и большинство заходящих игроков уже старички они новички у которых есть свой транспорт то есть работа таксиста это надежда что может быть когда-то тебя разок или два вызовут я провел на проекте 5 или 6 дней за все это время я видел в онлайне это можно проверить в телефоне всего один раз двоих таксистов и то это очень быстро закончилось буквально там через минут 40 их не стало но ну исходя из того что я сейчас перечислил цена в 250 долларов за аренду мне кажется бредоподобный ну а за 4000 мне кажется никогда в жизни никто ее не возьмет и никогда уж точно не отобьет ну и в принципе хватит уже такси но все равно как видите я пользуюсь не такси а арендным транспортом это гораздо удобнее и это опять гвоздь в гроб таксистам и я приехал получить категорию c она нужна для работы водителем автобуса сдача на категорию bc вертолет все находится в одном месте это на самом деле удобно мы оказываемся сразу в грузовике садиться в него не надо все включаем и двигаемся сдача происходит точно так же как и на категорию b ничего сложного здесь нет доступно каждому достаточно атмосферненько звучит грузовичок и выглядит я уже говорил что мне не нравится управление от первого лица в gta из-за очень резких движений но вот в грузовике из-за его не поворотности достаточно удобно кстати комфортно ехать от первого лица потому что его не кидает как легковушку вправо-лево тут тоже все равно не то это не то но как я и говорил изначально гташка вышла без возможности смотреть его от первого лица но рокстаровцы быстренько поправили и уже в nextgen она вышла с возможностью смотреть от первого лица я думаю что следующая 6 гташка выйдет уже с полноценным управлением от первого лица с плавным управлением в общем в духе рокстаровцев они это делать умеют но мы пока продолжаем ездить по точкам на самом деле на данном этапе это единственная возможность поездить на грузовике маршрут же мне показался точно таким же как и на категорию b также поворачиваем ну и все вуаля категория c у нас в кармане все двигаемся в сторону автовокзала ну и как мы наверное заметили категория c является разрешающей и для автобусов и для вождения грузовиков но это на самом деле правильно заморачиваться еще на одну категорию для того чтобы работать в автобусном парке но нет смысла поэтому это правильно но вот он автобусный парк как видите тоже расположен в том же месте где и в сюжетной версии игры поэтому найти его не сложно но и он обозначен на карте ну и тут выбираем любой автобус садимся и здесь нас ждет сюрпризик оказывается автобус тоже надо арендовать но если ситуации в такси я еще как-то могу смириться такая схема существует в реальности то чтобы брать автобус ну на мой взгляд это бредовенько ну ладно проглатываем эту неприятность едем дальше видим что нас ждут все те же триггеры на самом деле уже под надоедает от этого механика работы с триггерами видимо больше нет никакой другой механики приходится делать только так дальше нас ждет еще один сюрприз 6 баксов каждая точка стоит 6 баксов напомню что работа садовника ну лик он здесь называется газонокосильщик стоит . 1 4 бакса но точки располагаются на расстоянии метров 10 до а здесь точки вот как видите вот на таком расстоянии и каждая точка стоит всего 6 баксов и мы уже отдали 150 за аренду автобуса а за аренду газонокосилки отдавать ничего не надо где здесь логика плюс ко всему для работы газонокосильщикам нужен второй уровень а для работы водителям нужен третий уровень на мой взгляд это очень сыро и не сбалансировано все таки вот так выглядят остановки на каждой остановке надо стоять остановка длится около 10 секунд ну там потом всплывет табличка разрешающего вам движения механика мне понравилось это правильно во первых это по рп во вторых для пассажира действительно есть время чтобы забежать в автобус сесть если тебе надо плюс эта система лишает нечестного игрока тупо гонять по точкам не заставляет придерживаться правил рп сервера но в этой работе я нашел очень много минусов и первое я уже вам показал это низкая оплата при требовании третьего уровня и оплаты аренды ну и второе это то что автобус является неповоротливым и нескоростным транспортным средством плюс время на остановках что совокупности дает нам огромное потраченное время при минимальной заработной плате следующие же автобус как и такси не является востребованным игроками причины же все те же это легкодоступный транспорт отсутствие необходимости пользоваться городским транспортом ну и последнее может быть не главное но ключевая это точно проблема это невозможность понять если автобус на маршруте приедет ли автобус по этому маршруту полное отсутствие информации как по самим автобусом по маршрутам так и по остановкам их надо искать визуально на карте ни одна остановка не отмечена ну и как результат что такси что автобусов по городу ездит крайне мало а жаль ведь присутствие общественного транспорта и его использование могло бы оживить атмосферу в городе я же в свою очередь очень много покатался на автобусе как видите уже рассвет я пробовал менять маршруты мне почему-то выпадало всего два но насколько я могу судить маршрутов как минимум должно быть четыре но я сужу по остановкам которые я видел но мне почему-то выпадали всего два один аэропорт другой вот полиция фбр и мэрия как это работает я не разобрался но чтобы в этом разобраться нужно потратить огромное количество времени но и как вы понимаете денег потому что каждый автобус стоит 150 долларов далее я приехал в порте как видите здесь тоже есть автобусная остановка но работая на автобусе я ни разу суда не не приезжал но так выглядит здесь работа дальнобойщиков достаточно атмосферно красиво сделано стоят машинки грузовики но показать вам эту работу к сожалению я не смогу для того чтобы работать дальнобойщика мне нужен четвертый уровень а чтобы прокачать четвертый уровень на данном сервере нужно быть как минимум еще часов 20 здесь так как от вашего рабочего занятия здесь ничего не зависит уровни здесь прокачиваться только от времени проведенного на карте каждый час проведенный в игре равен одному очку опыта данная система прокачки достаточно спорная но я пошел спать заброшенный ангар ну а по утру хотелось бы продолжить развитие темы прокачки на этом проекте как я сказал один час прибытия в игре равняется одному очку опыта система очень спорная но у нее есть один весомый плюс эта система позволяет разработчикам держать высокий онлайн ведь для того чтобы прокачаться все что от вас требует это просто зайти в игру но простое прибытие на острове без возможности параллельной прокачки создает атмосферу скукоты но и видимо понимая это разработчики проводят на острове огромное количество всевозможных и винтов за время проведенной на проекте я их видел штук 6 но в мэрии в дневное время меня удивило огромное количество народу я решил по рпшить и обратился в окно и на мое удивление мне ответили я прикинулся бедной кепкой желающий работать дальнобойщиком но не имеющим такой возможности на что ребята с удовольствием и профессионально отыграли всю сложившуюся рп ситуацию человек вызвал администратора вот подошел ко мне администратор он же мне помог и разобраться и не дали свои контакты пообещали помочь трудоустройстве сфере работы дальнобойщиком без нужного опыта ну так сказать левела а это говорит о том что ребята здесь играют дружелюбные всегда готовы пойти на помощь мне даже здесь помогли с некими промо кодами которых у меня естественно не было я не знал о них но они подогнали мне промо коды которые мне помогли в дальнейшем развитии вообще надо понимать что когда вы находитесь на рпп проекте обязательно надо со всеми разговаривать знакомиться общаться это самое главное когда вы находитесь на рпп проекте есть такая поговорка язык до киева доведет но это в моем случае тоже общаясь с людьми познакомился и вышел на очень интересных людей на этом проекте они оказались очень адекватными миролюбивыми людьми старожила этого проекта уже достаточно долгое время они играют на этом проекте служат в некой секретной подразделении я не уж точно не знаю но вот так выглядит их база с высоты так сказать птичьего полета рядом с кп мы там как раз с ними познакомились и разговаривали но тут же надо сказать что не все люди на этом проекте были такие вот как они за все время пока я здесь присутствовал меня несколько раз избили и два раза убили поэтому ну можно сказать мне повезло тем не менее какие бы люди вас не окружали будьте всегда общительными и более дружелюбными но мы пока ехали я ему задал вопрос какие здесь организации еще присутствует в общем у нас есть очень много есть дельта это спецпотряд есть дивизион это отряд обороны есть как называют РМА это военная академия которая занимается обучением есть ангелы ангелы летают у нас у нас вертолеты самолеты не знаю насколько хорошо будет слышно но он перечислил мне пять подразделений и все они воинственные и это он еще не учел полицию и фбр в результате получается что таких организаций уже семь но к этому мы вернемся чуть чуть попозже а пока хотелось бы поговорить о контингенте населяющим этот штат моих видео в прошлых частях я уже показывал что люди помогали мне с радостью общались и делали все что возможно для того чтобы новичок типа меня побыстрее разобрался во всех нюансах этого сервера и чувствовал себя более уютно и комфортно на данном проекте и надо признаться что адекватных людей более доброжелательных я здесь встретил гораздо больше чем неадекватов но неадекватов здесь тоже на самом деле хватает я уже говорил что меня тут и избили и убили да ни с того ни с сего пока я смотрел карту подбежал человек начал меня мутузить пока я развозил почту какой-то придурок меня сбил на машине также возле магазина шмоток я только не понял что произошло был выстрел а потом черный экран и там типа вызвать скорую или нет судя по всему меня кто-то застрелил но я так и не понял кто это был ну хватит о грустном благодаря все таки вот таким адекватным людям я перескочил сразу же на целый этап в моем развитии на этом проекте вот этого персонажа зовут Альберт Андерстон вот именно он то и помог мне купить вот эту машинку которая теперь в моей собственности но как я уже говорил машинку без гаража и без дома ты не купишь поэтому он помог мне и с жильем он подселил меня к себе теперь я могу пользоваться и его жильем и его гаражом машинка кстати находится в его распоряжении но он дал мне ключи и то есть теперь я могу и пользоваться в любое время но юридически машина принадлежит ему ну чего обижаться он же ее и покупал на свои же деньги поэтому большое ему за это спасибо ну и вот благодаря Альберту в жизни зовут человека Илья я просыпаюсь не в заброшенном ангаре а в его квартире заодно могу показать вам как выглядит квартира или дом так сказать среднего класса уже а интерьеры надо сказать уже более приятные глазу это не те трущобы которые я вам показывал за 40 тысяч я кстати нашел дом еще дешевле оказывается есть дом за 30 тысяч и я его вам в дальнейшем покажу но там вообще жесть это и трэш полный но эта квартирка вот такая уютная это вот жилье доступно уже для тех кто наверное смеси сок здесь поиграл ну вот так выглядит дом снаружи вот желтым обозначено место гаража гараж у такого дома на три машина места ну а вот и ник владельца этого дома само место надо сказать очень уютно это такая улочка отделенная от всех то есть она тупиковая и еще с высоким таким вот справа видите как стена изгородь такая не знаю как назвать ну очень уютно на самом деле вообще это очень уютно и атмосферно очень приятно находиться в этой игре ну и вот теперь спустя шесть дней на моего присутствия на данном острове я как белый человек могу ехать на работу на своей машине и из дома что тоже немаловажно а не из под моста или из старого заброшенного ангара ну рабочее мое место вы уже помните да это развозка почты но сейчас я ее беру не для того чтобы показать вам работу а для того чтобы взять мотороллер просто на мотороллере ну или скутере кому как удобнее я как человек старой закалки я привык называть их мотороллерами я его беру для того что с ним удобнее лазить по всяким разным местам которые я бы хотел вам показать и в случае если до меня докопаются то ну что я заблудился я же почту развожу глупый развозчик почты ну и пока я показываю вам различные объекты этого штата хотелось бы вернуться к словам сказанным альбертом помните в машине он перечислил на 7 организаций вот одна из них кстати по базе которой я сейчас катаюсь как она называется я на самом деле не знаю но дело не в этом 7 милитаризированных воинственных организаций также здесь огромное количество мафиозных организаций и я не встретил ни одной организации мирного предназначения ни одно ни одного союза или организации бизнес направления из чего следует что все рп здесь скорее всего связано с конфликтами между двумя тремя четырьмя организациями то есть перестрелки погони и тому подобное я не встретил здесь какого-то союза предпринимателей для какой-то развитой бизнес системы взаимоотношений между организациями нет ничего такого нет зато воинственных организаций здесь просто пруд пруди ну а вот самый дешевый дом он стоит 30 тысяч внутри он как вы видите это коморка тревора это все та же убитая засранная коморка тревора из синглплеерной версии этой игры ну и скорее всего по причине того что это самое дешевое жилье поэтому его найти достаточно сложно жилья за 40 тысяч достаточно приличное количество а вот за 30 тысяч я нашел вот этот первый раз хотя уже оббежал здесь весь остров вдоль и поперек но так как экономику данного проекта я вам показал уже не в одной части то наверное понятно почему таких домов очень мало зато домов которые стоят под миллион вот как этот например достаточное большое количество и понятно что заработать на него ну не так то просто вот видим небольшой бак да нет стены я не великий знаток GTA Online но скорее всего это квартиры взятые из GTA Online потому что вид из окна совсем не соответствует местоположению того дома в который мы зашли мы видим что это какой-то многоквартирный дом высота птичьего полета много уровней вниз а дом на самом деле это очень плоский стоит на небольшой возвышенности но как бы то ни было виды отсюда очень очень приятные еще я не могу понять может быть потому что я не владелец дома есть вообще какое-то взаимодействие интерактивность в этом доме какая-то мебель открывается закрывается гардероб вот как в синглплеере может ли пользоваться здесь гардеробом к сожалению этого всего мне не познать потому что ну скорее всего я не владелец дома и я просто не могу видеть всех этих механик дают ли эти дома еще какое-то преимущество помимо владения гаражом и того что ты можешь ставить в гараж машину вот этого я тоже не могу сказать своего дома у меня нету и наверное не будет а проживая по соседству с Альбертом я тоже ведь не являюсь владельцем дома поэтому и там я тоже не увидел ничего интерактивного ну вот еще один дом поскромнее мне кажется того ну и по цене тоже поскромнее и опять видите виды не соответствуют это просто как бы идет перемещение вот в этот в эту квартиру или как это назвать но надо сказать что после тех помоек за 30 и за 40 тысяч глаз на самом деле радуется и отдыхает вот не могу найти переходящего звена между тем 30 тысячным и вот этим там почти за миллион какое есть жилье как бы усредненно это вот после 40 тысяч какое идет вот тоже этого не успел конечно на этом проекте посмотреть но обозревая подобные проекты будь то Arma 3 Life или GTA 5 RP я всегда говорю что здесь невозможно сделать беглый обзор здесь столько мелочей нюансов за которые надо взяться и посмотреть их изнутри просто так сказать что вот здесь есть вот это и вот это это ничего не сказать вот например кстати стоит сейф не знаю можно ли с ним взаимодействовать как-то еще здесь на карте присутствуют отели их на самом деле очень много там ну как много я по-моему насчитал штук пять ну врать не буду но они есть вот опять я не успел это все дело обозрить но время уже к сожалению поджимает выглядит это очень красиво и эпично и с ним можно тоже взаимодействовать скорее всего здесь можно проживать если у тебя нет жилья чтобы не бомжевать как я где-то в подвале или там на заброшенном складе наверное здесь можно жить в отеле не знаю вот это я показать вам не смогу еще очень много много всего хотелось бы вам показать и рассказать хотелось бы самому вникнуть глубже еще глубже в этот проект но к сожалению время время и еще раз время и так мой обзор затянулся уже на 4 части я как можно больше попытался вам показать и рассказать но пришло наверное время подытожить что же мы увидели понравился проект или нет лично для меня этот проект понравился больше чем тот на на котором я был в прошлом своем видео обозревая этот проект я зацепил для себя очень много нужной и полезной информации теперь я знаю и понимаю больше того что происходит на таких серверах но понравилось ли мне самому пока на этот вопрос ответить сам себе не могу я еще похожу и посмотрю на другие схожие с этим проекты но пока меня сильно угнетает однообразие происходящего это односложная линейная работа связанная в основном своем токового езда по заданным точкам также однообразные рп ситуации связаны в основном с погодними перестрелками мне как-то не хватает в этом проекте финансового экономического предпринимательского развития в каком-то отношении даже социального развития но в целом проект неплохой но на этом у меня все если кому понравилось заходите милости просим играйте получайте удовольствие всего вам доброго до новых встреч